Доброго всем! Сегодня у нас в работе ГБЦ Opel Omega 2.0 1994 года выпуска. Это наш частый гость. Имеется ввиду не конкретно эта голубка, а сама модель. И сегодня ремонт этого агрегата попал в кадр. Итак, посмотрим, что почем. Клиент жалился на то, что пошли пузырики в бачу. После того, как клиент демонтировал ГБЦ, то он выяснил, что скорее всего просекло прокладку. И визуально видно вот это место. Однако, когда владелец авто обмыл головку, он обратил внимание на то, что в ближайшем цилиндре есть трещина от клапана на свечу. Естественно, владелец сейфак насторожил, и им было принято решение проверить головку на герметичность. Ну, и заодно удостовериться, что с головкой все в порядке. Проще говоря, человек привез ГБЦ в стандартную работу. Оказалось и то, что владелец Омеги совсем недавно приобрел это авто. Эти трещины, на которые обратил свое внимание клиент, как правило, есть во всех этих головках. Которые, конечно же, достаточно поработали. Уже в нашем цеху мы показали, что такие трещины есть не только в этом цилиндре, но они появились и в других местах. Как правило, трещины от седла клапана на свечу не так страшны, если, конечно, они не достигли критических размеров. В этом месте, где они идут, нет канала водяной рубашки. Водяная рубашка есть между впускным и выпускными седлами. И если трещина в этом месте есть, и даже если она небольшая и только начало свое движение вглубь головки, то это уже должно насторожить. И даже если опрессовка не показала разгерметизацию в этом месте, то через время эта трещина опустится ниже седла и достанет до водяной рубашки со всеми вытекающими последствиями. В данном случае опрессовка не показала никаких проблем в этой головке, и на эти трещины, которые стандартны в этой области и не несут угрозы, мы просто закрываем глаза. Да, они визуально некрасивые, но на самом деле ничего страшного там произойти не может. Что мы видим по головке еще? Мы видим, что головка варилась ранее, видим вот эти зауженные каналы водяной рубашки. Перевернули на сторону выпуска, где мы обычно ставим клеймо. Да, наше клеймо присутствует. Подняли архивные записи за 2011 год и выяснили, что в прошлый раз мы заваривали только лишь окна водяной рубашки. Судя по всему, предыдущий владелец не шибко заботился о своем авто и лил, какую попала охлаждающую жидкость. Редко менял ее или вовсе не менял, либо ездил на воде, поэтому были разъедены все каналы водяной рубашки. Других сварочных работ по этой головке не производилось. Обратная сторона головки была сильно заелена масляными отложениями. Судя по всему, и масло здесь менялось совсем редко. И этот факт подтвердил владелец автора, как он нам рассказал, что предыдущий хозяин действительно очень редко менял масло. Поэтому новый владелец, чтобы вымыть из мотора все старое масло и отложение, стал менять фильтры масла каждые 4000 километров. Первый же раз после 4000 он несколько раз заливал новое масло и из двигателя оно вытекало с какими-то ошметками, черное и густое. Смотрим дальше. Видим, что стоят новые клапаны, они совсем еще не покрылись налетом и поблескивают. Продефектуем головку. А вначале измеряем вылет клапана. Для этого удалим с плоскости остатки герметика. Когда измеряем вылет, то поймем, стоит ли менять седло, просело оно или нет. Итак, вылет клапана по выпуску 35,4, 35,6, по впуску 32,7, 32,9, что составляет в принципе нормальный размер. Приступаем к разборке. Сперва, как обычно, пометим клапаны. Головку недавно делали, поэтому, возможно, нам не нужно будет вообще ничего с ней делать. Чтобы рассухарить клапаны, обстучим магнитным рассухаривателем с небольшим усилием тарелки клапанов. Теперь, когда тарелочки подорваны, мы можем легко рассухарить клапаны при помощи нашего стандартного струбцинного рассухаривателя и магнита. Рассухарив головку, достаем пружины и обязательно смотрим на них. Сравниваем впускной и выпускной, если мы не знаем, где какая пружина стоит. Оцениваем пружины по диаметру, по высоте и по количеству витков. В этой головке пружины стоят все одинаковые и на впуске, и на выпуске. Извлекаем клапаны. Вы видите, как очень сложно их достать. Все потому, что на торце клапана образовался существенный налет, который появился в результате того, что масло фактически не менялось в двигателе. И этот налет оказался по своему размеру больше зазора во втулке. Очень аккуратно через оправку мы выстукиваем их. Оцениваем, насколько долго работали сальники клапанов. Снимаем их. Ну и скажем так, сальник не совсем дубовый, но и в то же время не такой мягкий. Их, понятное дело, мы будем менять. Очистим торец клапана, который был налипший. Очищаем его на все том же станке нулевочкой. Теперь предварительно оценим зазор в сопряжении втулка к лапам. Оценим пока исключительно на тактильных ощущениях. Если появятся сомнения, то обязательно проверим утромеров. В данном случае так понятно, что зазор практически идеальный. Однако проконтролируем зазор после того, как мы помоем головку от налета и масла. Наперед скажу, что тактильные ощущения нас не подвели, и тепловой зазор находится в зоне. А значит и менять ничего не нужно. И единственное, что требуется сделать, это проверить клапаны на биение. В данном случае биение составило мизерное минимальное значение, сотка. Ради интереса посмотрим на износ. Износ ножки клапана, то если он и есть, то он минимален. А в итоге износ также мизерный и также около соток. Итак, что мы имеем? Зазор в сопряжении втулка клапан допустимый, а значит в принципе клиента не обманули продавцы. Что порой часто встречается. Стоят почти все новые клапаны. Немного расползлась фаска тарелки клапана. Ну, будем делать минимальный ремонт. Обработаем клапан. Почистим его на станке. Поправим фаску тарелки клапана. Заузим на станке фаску седла клапана. Притрем клапан к седлу по своим местам. После согласования работ с клиентом приступили к его реализации. В первую очередь мы чистим и моем головку. Ее, кстати, очень сложно получилось отмыть в моечной машине с применением спецким средств. Точнее, совсем не получилось. Головка не очистилась и пришлось применить механический способ очистки. Вот такими специальными помощниками и фрезером мы очищаем головку. Помазок на высокой скорости фрезера распушается и легко обдирая с поверхности всю грязь. Все остальное доделает химия. Опрыскиваем специальным раствором и чистим ее при помощи обычных зубных щеток или иных удобных для этого кисточек и щеток. Затем дадим какое-то время поработать химией и через 10 минут запустим мойку. Моющая машина выдает температуру 70 градусов. Сетка внутри вращается, на нее подается вода под напором через форсунки, расположенные как сверху, так и снизу. Затем очищаем торцы клапана от налета. Очищаем саму тарелку клапана. Поправляем фаску клапана на станке. Также при помощи станка восстанавливаем фаску на седле клапана. После того, как мы порезали седла, посмотрим на прилегание к клапану. Вот так получилось. Затем берем клапан и притираем клапана к седлу. Для этого очень много времени не нужно. Всего лишь 10-20 секунд крутануть клапан в седле. Нанесем на фаску тарелки клапана притирочную пасту и 10-20 секунд крутим клапан присоской. Вынимаем клапан. Очищаем клапан и седлу от пасты. И теперь смотрим. На фасках должна появиться четкая серая полоска без проплешин и пробелов. И если все это появилось, то все нормально. И если огрехи все-таки есть, процедуру стоит повторить. Так же поступаем со всеми остальными клапанами. Проверим нашу работу вакуум-тестером. И вот, пожалуйста, мы это все наглядно видим. Как видим, все идеально. После того, как порезали седла, пошлифовали фаску тарелки клапана, притерли клапан к седлу, естественно, клапан сел в седле ниже и вылет клапана уменьшился. А значит, зазор между, грубо говоря, между кулачком распредвала и торцом клапана уменьшился. Значит, клапан может быть поджат, что недопустимо. Поэтому, как при дефектовке, мы измеряем вылет клапана. И в зависимости от полученного результата и разницы с требуемым вылетом, подторцовываем ножку клапана. В нашем случае, так как состояние седла и тарелки клапана были достаточно хорошими и корректировались минимально, то и торцевать пришлось около 5 соток, максимум 10. Фрезеруем поверхность головки. И после всех данных процедур, головку и другие запчасти отправляем в мойку. Чтобы все запчасти почистить от пасты, которая, не дай бог, попадет в соединение втулка-клапан, от стружки и другого мусора. Теперь можно приступить к сборке головки. Сперва обязательно надеваем нижние тарелочки, потому что в данном случае нижняя тарелочка не проходит через сальник. Затем нанизываю сальники на втулки. В данном случае мы используем сальник фирмы Эрлин. При помощи специальной оправки лучше всего в паст сальника добавить масло. Теперь смазываем тарелку клапана и ножку клапана маслом. Это для того, чтобы пока клиент довез головку, в соединениях не образовалась ржавчина. Теперь расставляем по своим местам пружины с тарелками. Также механическим способом нам пришлось очистить и тарелку клапана. Вот вы видите, какая она была с налетом, который не отмылся в моечной машине. И это уже результат очистки. В тарелки вкладываем сухарики. И далее при помощи все того же рассухаривателя засухарим головку. Для того, чтобы сухарики стали на свое место, мы слегка обстучим ножки клапанов. Головка готова. А на этом у нас для вас все. Оставляйте комментарии, подписывайтесь на канал, задавайте вопросы, обязательно ответим. И без аварийных вам поездок. Спасибо.